Все происходящее вовлекает нас в двоякую игру. Разум пытается понять и в то же время позволяет себе обмануться. Узнаваемое дает шанс воспользоваться опытом, а неизвестное настораживает ум, занимает его предположениями. Если внимание раздроблено, затуманено, мозг делает подмену, порой наугад. Ошибки восприятия почти неуловимы, но когда их слишком много, разум теряет веру в свою правоту. Можно опираться на чужие мнения, просто… Мнений много, противоречивых, неопределенных, диаметрально разных, искаженных, притянутых, слишком смелых. Мышление стремится найти твердую платформу, карабкаясь на вершину бесформенной массы суждений. Советы, рекомендации, авторитетные прогнозы. Ключ в природе понимания – желание понять мир, необходимость понять другого человека, возможность понять себя. Понимание рождается в союзе чувства и разума. Разум – это чувство меры? Способность вслушиваться в ощущения, постигая причины, выбирая последствия? Поиск равновесия между отрицанием и безусловным согласием – это начало или результат личного отношения? Вектор понимания, как стрелка компаса, показывает ежечасно, кто мы есть, а кем мы хотим быть.